Ребятки, всем привет! С вами Александр. У нас бой из двиг ледников за открытие Келенкина. Думаю, мы туда пойдем. И, возможно, мы заглянем еще в бегство динозавров. Например, попробуем пройти это Индораптором. Это у нас, подождите, 9 противников. А, просто 9 противников. Думаю, посмотрим, как пойдет у нас сейчас по боям. Там решим. Так что, смотрите до конца. Так, это у нас водные сражения, ребятки. И давайте будем здесь подбирать. Хорошо, что открытие происходит вот таким вот образом. Как бы это довольно-таки несложно сделать, получается. Так, не взялся. Ну, мы так, таким вообще, такой командой затащим. Они какие-то слабоватые. Ну, тем будет нам поинтереснее. Так, он сейчас подменится на Плиззика. Плезиозаврик, так. Ну, не страшно. Не страшно. Хоть он и 137 уровня. Не страшно. Давай, атакуй на 2, и мы с тобой покончим. Так, все-таки на 1 проатаковал, да? У него 5000. Так, блин, а я же брал... ...генодуса. ...счерт подюри, ребята. Печально получилось. Так, если он меня сейчас пробивает, то не очень удобно получится. Да, он нас пробивает. Мне нужно будет подменяться. Специально подменяться. Счерт подюри. Блин, промахнулся. Просто промахнулся, ребята. Ну, ладно. Я думаю, это нам не помешает одержать победу. Ну, я так надеюсь. Так, шесть. Не, блин, если у нас на полную проатакую часть дунки, то будет нам... ...не параллельки, я кажусь. Так. Ни... Три удара... Ни... Хух, три! Это нас спасло. Давайте сделаем вот так. Раз, два, три, четыре... Блин, по полной пришлось проатаковать. Так, он нас атакует на три. Это хорошо, потому что троих ударов нам должно хватить. Дестас должен пробить аммониты за... Три удара. А может и нет. Нет, гаденыши! Нет! Он нас пробил. Печалька получилась. Ну. Ничего, особенно. Мы сделали все правильно. Видели, какой нос был. Ладно, мы... У нас есть еще динозаврики. Так, кстати. Еду не забываем собирать. Так, все. Сейчас мы сделаем все по финшую. Возьмем тилозавра. Потом должен идти был... Ну, генодус должен был идти быть. Но сейчас возьмем тогда... Умунузаврика. Так. И еще... И возьмем... Тилика! Тили, тили тролливали. Так, на этот раз все по плану. 100% победа. Платозавра пробивать будет посложнее. Кстати, мне тут не надо терять платозавра. Мне нужно слить... Умунузавра. Давайте так сделаю. Я так вообще редко делаю, но ладно. Ау-у-у... Нам опять повезло. Нам повезло. Если бы он протаковал на 5, было бы нам хана. Пробил, ну правда да Тут на 1 балл меньше У нас 1 балл остался после Повержения Плезиозавра В отличии от прошлого боя у но у него новую не знаю вот один балл был лишним я не дочни засчитался нет точению не заметил сколько он на нас про атаковал на все четыре или на три там было да не на все так телик х победа сколько у него балов там осталось 2 по моему ладно по барабану эти турниры меня никак не страшат так что у нас идет теперь вот так он обязательно подменится пойдет вот так вот и вот так вот что ли это легкотня будет восьмиметровый он х пристис вот это я не ожидал что доказавр так дерзко себя поведет вот это он выдал у него урон с бонусом был больше чем жизни так атака на два ну то бишь по полной какой слабый у него удар ё-моё ничего можно ничего вставить не ставить защиту так он протоковал на все что у него было и он стал легкой для нас добычей раз два три четыре и семь 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 вот так и сделаем вот так так это у нас был второй бой у нас еще один бой остается здесь так пойдет ромалиозавр он подменится пойдет вот так вот и вот так вот погнали 500 тысяч в кассу и ты можешь выходить на арену все фадерма по моему очень много жизнему малый удар то есть лептоклей душка там у нас я его называю будет пекер а вот он подменился на него она так даже одна рука если бы он подменился все фадерма и было бы не так интересно ничего не буду делать он слабо бьет нас проатаковал на 2 у него много жизни но мы сейчас это поправим я буду по если мы подменимся на нижнего то наш ромалиозавр уйдет вниз нам это принципе не нужно мы сделаем так раз два три потому что он сейчас опять обратно подменится на плезиозаврика надеюсь но и не надеюсь а практически уверен мне вот так да вот так сделаем я вообще мог его только что убить легко но дал ему взять чтобы не в сухую так сказать пожертвовал ему немножко ребятинки и вот так мы сейчас ним легко разделаемся даже а монетик наш гигантский артак он не понадобится но мы же для разнообразия его сейчас выпустим ну ладно давайте выпустим лучше бар так он у было же раньше видно гигантский артак он по моему сейчас только гигантский уже просто бога . артак он написали давай сожри его ее точнее и мы получили набор келенкин так ну и теперь для самых любимых подписчиков кто досмотрел видео до этого момента и конечно же поставил лайк ребята обязательно лайк мы сейчас пойдем попадаемся вот этой вот тварью или двумя послабее сейчас посмотрим может взять двух но чуть попроще так будет для нас эффективно нужно победить девять противников возьмем лучше двух индомин индорапторов а сильного оставим ну напоследок но вдруг пригодится так где тут наш вот наш индораптор так возьмем ему в помощь гардика еще один индорапторов погнали посмотрим кто из них сколько сможет вытащить уаууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу пощечиной раздает индораптор просто на раз два раздва кстати а здесь мы сейчас на каритозаврике накопим баллы Кстати, кто за то, чтобы добавили коритозаврика в Эволюшн? Так, подожди, у нас там кто был? У нас там есть Цинтоазавр похожий. Подождите, там Эдмонтозавр, там был вообще коритозавр или не был? Чуть я потерялся. Там кто-то же был, коритозавр то или нет, с хохолком. Ну, таким маленьким хохолком. Не таким большим, конечно же. Так, я тут сижу в защите, е-мое, потому что там Остафрики идет. Я жду его атаки, вот 3. Ну ладно, сейчас я его на 3 проатакую. Классно выглядит. Кстати, Эдмонтозавр в Джордж Клод Эволюшн в Цветном, там есть раскрасочка такая хорошая. Ну вот так. Вообще идеально получилось. он поставил все в защиту. То есть я лишних баллов не потратил. Мы будем сражаться двумя Индорапторами, а Гаргазух там чисто так, для компании. Так, любят они ставить 2 в защиту. Это их никак не спасает. Аллазавр. Вот я привык вот видеть на такого Аллазавра. Я только что снимал битвы Индоминусов против всех динозавров, Индорапторов против всех динозавров в Джордж Клод Эволюшн. И вот там вот морда Аллазавра такая худенькая. Он мне Монолофазавра напоминает по форме. Вот я что-то привык вот к такой вот морде. Ну, вообще очень слабо, да. Мы, наверное, пройдем... Ну, не, не буду зарекаться. Там идет у нас... И посильнее, ребята. Опять 2 он ставит, мы бьем на 3 и пробиваем. Так, атака на 6. У него 6, а он атакует на 4. Так, понемножку нас пробивает. Мы атакуем на 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. А, ну там идет Тадзянга. Здесь, да, не стоило ставить защиту так много. Он опять поставил 2, то есть у него снова 6. Ну, давай, атакуй, он проатакует нас сейчас на 3 из 6. Что за печаль? Он так, немножко перестарался. Уууу, это было двумя руками суперудар, типа. Джунга Рипцер. Так, а он мне пробьет сейчас, да? Да, пробил таки. Ууу, ууу, ууу. Так, не, не, не. Так, мы... Все идет по плану. Он, скорее всего, у нас спинозаврик не будет, спинораптор не будет атаковать, мне так кажется. Осталось еще 2. Вот спинораптор, еще один кто, и травоядный, то есть. Ну, это мы сейчас быстро порешаем. Скалозавр там у нас. Атака на 4. Он поставил снова 2, у него будет 6, но скалозавру никак не поможет. Ну, почти 2 снял. 1900. Ну, и до свидания. Эх, какой дерзкий и свирепый. Как он в Jurassic World Evolution 1 всех порвал. Один эндораптор с прокачанным только уроном, ну, с упором только на урон, без щита. И всех порвал по очереди, всех включая эндоминуса, спинозавра, гиганатозавра и тиранозавра. Так что, ребята, если не посмотрели, обязательно посмотрите видео. Ну, а на этом все. Все бои мы выполнили, ребятки. До скорых встреч. Всем пока.